А знаете ли вы, где в математике чаще всего возникает факториал? В подсчёте способов. В подсчёте способов. С какими способами? n факториал. Это что такое? n факториал – это когда числа перенажаются от 1 до 1 числа. Это формула. А в комбинатории, когда встречается n факториал? Да. Когда подсчитывают число перестановок. Молодец. Когда подсчитывают число перестановок. Вот у нас есть первое место. И вот давайте вы выйдете к доске, пожалуйста, и быстренько просто для, ну, например, для трёх, мне кажется, что это будет самое понятное, для трёх чисел 1, 2, 3. Быстренько выпишите все перестановки, какие бывают, все перестановки на трёх элементах. Какие они на свете существуют? Вот есть у нас предкидание, например, а. 1, 2, 3. Проще будет. 1, 2, 3, 2, 1. Например? 2, 3, 1. Да. 3, 1, 2. Да. В алфавитном порядке было бы проще. В алфавитном порядке было бы проще, но вы уже почти написали. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Молодец. 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Отлично. На самом деле для трёх элементов можно и в любом порядке писать, не запутаешься. Спасибо. Это для трёх. А теперь все понимают, как получится перестановка на четырёх. А надо просто четыре патериалов. Что надо сделать с четвёртой? Можно поставить начальное положение. Да, раз. Это на место второй цифры. Не на место, а между единицей и двойкой. Между единицей и двойкой. Между двойкой и тройкой. Между двойкой и тройкой. И можно в последнем цифре. Да. Сколько вариантов? Четыре. Четыре. Понятно, что каждая штучка превратится в четыре. И будет 24 вариантов, так? Ну и так далее, и так далее. Спасибо. Факториал – это что такое? Это количество всех перестановок на n элементов. А теперь смотрите, какое хулиганство я сейчас вам покажу. Ребята, оказывается, не обязательно для того, чтобы записывать числа, использовать цифры. Ведь смотрите, как можно себе представить любую перестановку? Вообще числа бывают большие, правильно? Поэтому совершенно ясно, что мы должны использовать перестановки на каком-то неограниченном количестве предметов. Правильно? Вот здесь вот в теореме у вас числа меньше, чем n, тройка, 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 значит, представим в таком виде. Так вот, оказывается, не обязательно писать цифры, а можно рисовать, что называется, перебочку, которая переставляется. И мы сейчас поймем, как связана тумберация, которую мы здесь разобрали, очень подробно разобрали, как она связана с перестановкой. Идея такая. Представьте себе, что у нас есть, для начала ничего не переставлено. Наверное, логично считать, что это число ноль. Согласны? Когда ничего не переставлено. А вот дальше смотрите, какие бывают перестановки. Так, я, наверное, все-таки ограничусь с четырьмя, потому что даже для четырех двадцать четыре варианта. Смотрите, что можно сделать. Вот здесь вот написаны числа, а под этим я буду писать, куда они переходят. Вот когда они переходят в один, два, три, четыре, логично считать, что это ноль. Согласны? Дальше. Когда они переходят в, вот во что, два, один, три, четыре. Как вы считаете, что это будет число? Почему это два? Потому что это число один. Оставляйте один. Это самая простая письма. Это один. Теперь уже один, два не попереставляешь дальше. А почему? Уже почему? Самое маленькое натуральное число больше нуля. Я один. Самая простая перестановка. Как еще проще. Вот. Теперь я должен придумать... У тебя понимаете, что это задача? Я должен придумать какой-то естественный способ. Естественный способ для чего? Естественный способ для порядка записи перестановок, да? И понять какой-то комбинаторный смысл этих ашек. Вот здесь вот эти коэффициенты а были довольно непонятными. Какие-то числа. А оказывается, все и так уж и сложно. Я предлагаю следующее. Вот смотрите. Я по максимуму буду стараться не трогать четверку. Так же, как я вначале старался не трогать тройку, да? Но сейчас я тройку уже обязан сдвинуть. Согласны? Замечательно. Так давайте я ее сдвину на одну полюцию. А здесь напишу 1, 2. И скажу, что это у меня двойка. Это у меня число натуральное, число 2. Хорошо. Теперь я делаю так. Я переставляю 2, 3, 1. И буду говорить, что это тройка. А почему? Что, почему? А почему именно такая? Можно я? Я пока хочу делать так. Мне кажется, что это разумный способ. Потом мы посмотрим, он на самом деле разумный или нет. Но вот будем считать, что я так дошел до греха. Теперь надо дойти до числа 4. Я уже обязан тройку дальше сдвигать. 3, 1, 2. Это будет число 4. Хорошо. Теперь будет 3, 2, 1. Это будет число 5. И вот очень важная вещь. Дальше уже невозможно переставлять. Я уже все перестановки на трех элементах выписал. И дальше я делаю следующее. Четверку сдвигаю. А здесь пишу 1, 2, 3. И здесь четверка была. И это будет число 6. Ребята, когда-то один умный человек сказал, что в его безумии есть система. Я вполне понимаю, что я сейчас хожусь вам абсолютно чокотом. Это нормально. Просьба сейчас все-таки до 24 дойти. Ну, точнее, до 23. Выписать перестановки. Потом мы обсудим, какому правилу для любого ЭН и так далее. Ну, а просьба догадаться.